Да, ребята, сегодня, конечно, день вообще офигенный. Я приехал и уже тут заметил, что пчелы просто реально гудят. Еще до пасеки не доехал. Тут орешник цветет. Видно, да, пчелы вокруг меня летают. Вдоль дороги пошли в лес. В лесу очень много орешника. И у меня уже полные-полные радости штаны. Радости. В общем-то, вот так выглядит немецкая весна. Думаю, пчел кому видно, кому не видно, я не могу передать. Но их тут очень много летает, видимо, идут в лес. Вот. В общем-то, что можно сказать, это, наверное, самый первый день, который я увидел в этом году. Вот. И уже радостно, что пасека гудит. Я не знаю, вот видно, не видно пчел, но вот на макушке прямо, как бы, глазами видно, а через телефон, не знаю, передает, а не передает это. Почему-то на макушке, видимо, там теплее, почки более такие вот выброшенные. Вот тут видно, вот пчелка летает, сфокусироваться не могу. Вот. Ну, пойдем посмотрим, что дальше происходит. Это вот я тут остановился и вышел на дорогу. Я только приехал. И как бы, сегодня что выходит, то воскресенье, про сегодня воскресенье, какой день-то я даже не знаю, в календаре уже потерялся. Боюсь сказать, 16-17 год. Вот. Ну, гул отсюда слышно, что все гудит. Я позвонил папе, потому что у меня одежда вся в другой машине. Он сейчас подвезет и хочу хотя бы чуть-чуть поработать, успеть посмотреть. Потому что все равно есть внутренние переживания, как и что там происходит в моих семьях. Вот. Впоследствии урагана, которые я выкладывал, видео нету. Я открою это видео сегодня еще раз. Все, мы собрали нуклеусы в кучку обратно, накрыли. Как бы, вроде перешла весна, но, как сказать, нет доверия синоптикам, что будет тот пчелка. Вот. Будет, так сказать, устойчивое тепло. Вот, в принципе, пчела вся гудит. Пасека гудит. Ух, ух. Вот, такое я не видел. Это, знаю, вообще, как бы у меня, наверное, самое любимое, да не самое, наверное, а самое любимое время года, это весна. Потому что с весной, как бы, природа оживает, все растения просыпаются, пчелы просыпаются. Радости. И, как сказать, пчеловодческая, нет предела услышать такой гул. Ну, в принципе, сегодня летают все, я думаю, можно пройти, посмотреть. И большие, и маленькие. Видно, что все, 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 вот она жизнь. Надо летки сейчас будет подприкрыть. Вот. Да, обалденное ощущение для моих ушей. Вот она, весна, вот она. Вот они, пчелки. Летают. Не, классно, вообще классно. Ой-ой-ой, на меня везде садятся. Да. В общем-то, вообще классно, круто просто. Сегодня нас рачником начинает работать. Вон, чебаля, ты заваливаешь. Сегодня, походу, самый-самый такой теплый день у нас. Не. Обалденно. Надо срочно заглянуть вовнутрь, посмотреть. Что, вопрос часто задают, какие линии будут, что будет. Как я могу сказать, что будет, если вот своих пчел я вообще не смотрел. Даже если у кого-то мы будем в этом году перекупать или приевать, даже эти люди не скажут точно, что будет. Так как вообще рано или еще о чем-либо говорить. Даже если что-то сейчас осталось живое, нет гарантии, что оно через месяц будет живое. Или через два месяца. Ничего нет вечного под луной. Вот. Наши первоцветы все усеяны пчелками. Пчелки трудятся. На цветочках. Да. Очень приятное ощущение у меня сегодня. Я как бы не хотел ехать, но внутренний голос мне говорит, съезди, съезди, съезди. И убедил меня, что надо съездить. Да. Надо бы Ольгу с собой брать. Потому что одному тяжеловато будет. Толтайские пчелки мои, кто разбирается в среднерусской. На вид, я думаю, сразу их определят. Некоторые плохо летают. Надо их посмотреть, что они не летают. Пчелки есть. Летать не хочет в демоклуб. Может маленький. Надо прилетки переделать с ручником. А то есть от снега они отпали. Я их убрал. Надо заняться срочно этим вопросом. Там два не летают. Один какой-то мне отдать надо. Попросили вернуть. Семью одной я проверял. Она показала хорошие проценты. И пчеловод попросил ее вернуть. А потом при разговоре мы разговаривали. Он говорит, по взятку он с моей супругой разговаривал осенью. Не осенью, а когда уже внесли данные. В общем, зимой когда-то не буду обманом. И что типа так. Это самое меда мало принесла у нас. Она ему говорит, взяток такой был плохой. Он был удивлен. А потом начали разговаривать. Когда два назад я в Кирхань не поехал. Он говорит, что хотел поговорить насчет этой семьи, чтобы я ему вернул. И что меда мало. Я говорю, так у нас вообще как бы взяток очень плохой был. Есть семьи, которые по два, по три килограмма принесли. Он говорит, ой, если так плохо, так оставь себе эту хорошую семью. Она принесла, если не соврать, тридцать пять килограммов. Он говорит, оставь ее себе. Типа как? Это самое, а то ты без материала останешься. Я говорю, да нет у меня как бы, есть чего выбрать. Это я к чему начал. Так к тому я начал, что у людей он эту семью берет для того, чтобы отдать в какое-то там общество пчеловодов местное, чтобы у людей был материал, и они могли прививаться. То есть, в принципе, ее можно не керовать, эту матку ему, а просто он знает, что она как предпроверенная, то есть, вот, и он ее отдаст просто кому-то, чтобы люди могли нормальный материал иметь. Вот. А мне сказал, говорит, если надо, себе можешь оставить, то есть, использовать. Но у меня есть материал, поэтому я себе как бы оставлять не буду. Это, я сказал к тому, что не все заключается в деньгах. Как бы и мы есть вещи, которые раздаем, и нам дают. Также на Россию, на Украину есть вещи, которые мы отправляем в дар. Естественно, не всем, а близким людям, хорошим, знакомым, так если сказать. Вот. Поэтому не надо жадничать, надо делиться тем, что люди имеют, чтобы хороший материал был. Даже если ваша пасека находится где-то там в деревне или еще где-то, просто-напросто то, что вы раздалили, подарили маточники, неплодных маток, или еще что-то скажется на вашей работе за счет того, что вы раздали хороших пчел своим близким, окружающим вас, так сказать, населенным пунктам, за счет этого вы повысите или как улучшите качество своих маток F1. Вот. Так что материалом надо делиться и не надо заостряться на своих деньгах или еще чем-то. Вот. Это касаемо вообще, наверное, всех пчеловодов. Вот. Ну что, хочется сказать всем, всем спасибо. Если я сниму еще одно видео сегодня, то я его выложу тоже. Вот. А у меня сегодня очень радостный день. До свидания.